В комплекте к планшету в том числе идет внешняя аккумуляторная батарея для того, чтобы в случае, если основная батарейка в планшете разрядится, у переписчика была возможность продолжить работать. На минувшей неделе состоялась пресс-конференция с заместителем руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области и Чукотскому автономному округу Ириной Собченко. Встреча была посвящена проведению предстоящей переписи населения, которая пройдет по всей стране с 15 октября по 14 ноября текущего года. В ходе конференции особое внимание было уделено новому способу переписи населения. Когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика. Но это не отменяет возможность переписаться жителям страны традиционным способом на прописных участках и в МФЦ. Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой или QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги, которая им была предоставлена через портал госуслуг. Параллельно с интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчикам, как я уже сказала выше. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик. Пол, возраст, гражданство, месторождение, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях. Надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Временно проживающие в России ответят на 7 простых вопросов. Пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания. К слову, в центры обработки данных информация поступает и хранится в обезличенном виде. По ней нельзя будет установить, кого именно опрашивали и о каком человеке идет речь. Дорогие учителя, сменяются поколения и эпохи. Но во все времена, всегда и везде остается одной из самых значимых в обществе профессия учителя. Невозможно переоценить ее роль в нашей жизни. Где бы мы ни работали и кем бы ни стали, политиками или врачами, космонавтами или музыкантами, поэтами или моряками, мы все ученики своих учителей. Высока и ответственна ваша миссия. В школах Магадана трудится немало мастеров своего дела, заслуженных учителей. Педагоги города, финалисты и победители престижных конкурсов, постоянно осваивают и реализуют новые программы и технологии, разрабатывают авторские методики. Все это гарантирует успешное будущее учеников будущего нашей страны, нашего города. Я от всего сердца поздравляю всех учителей Магадана с праздником. Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Низкий поклон вам за ваш бесценный труд, за веру, за ваши мудрости знания. Всем тем, кто начинает путь в профессию, желаю успеха и оптимизма. С праздником, дорогие наши учителя! В редакцию вечернего Магадана обратились магаданцы, лично столкнувшиеся в сентябре этого года с проявлениями кибермошенничества. И если в первом случае, благодаря бдительности самого жителя областного центра, беды удалось избежать, то магаданке не повезло. Деньги с ее кредитной карты через мобильное приложение у нее самым наглым образом украли. Но поражает в этих историях даже не дерзость в действиях кибермошенников, а реакция магаданской полиции. Она, мягко говоря, странная. И средств массовой информации, и социальных сетей. Мне известно, за какое большое внимание сейчас удивляется борьбе с телефонным мошенничеством. Это было для меня неожиданно. И на самом деле, собственно, факт мошенничества я смог распознать буквально, вот скажем, в нескольких шагах от беды, то есть буквально на последних секундах разговора. Я это распознал. Причем я отдаю себе отчет в том, что мошенничество было бы профессионально сыграно. И масса других людей, может быть, чуть менее подготовленных, но далеко не дураков, могли попасть в беду. Вячеслав счел своим гражданским долгом обратиться в полицию, чтобы пресечь действия, которые он определил как мошеннические. Неизвестные пытались по телефону выудить у него персональные данные, которые потом могли привести к незаконному списанию с его банковской карты денежных средств. Однако полиция моим обращением не заинтересовалась. С моей точки зрения задачи полиции направлены не только на поиск преступников, но и на профилактику правонарушений. В данной же ситуации я столкнулся с полным равнодушием полиции. В итоге я получил отписку от заместителя начальника полиции Мара Агадана АМО Салимова о том, что каких-либо противоправных деяний в данном телефонном звонке совершенно не было. У жительницы Магадана Тамары история гораздо печальнее. Мошенникам удалось украсть ее деньги прямо через мобильное приложение банка ВТБ. Как это произошло и какую позицию после совершения преступления занял банк, Тамара рассказала вечернему Магадану. У меня в начале сентября мошенники взломали мобильное приложение ВТБ онлайн. Я ехала с работы домой и у меня запиликал телефон. Я посмотрела, что кто-то вошел в мое мобильное приложение. Я, естественно, не могла, потому что была за рулем. Ну и что я могла сделать? Я, кстати, первоначально зашла в приложение и позвонила в банк с мобильного приложения. Позвонила в банк, не зная ситуации, спросила у них, ну, у меня кто-то взломал или что это происходит. Я не знаю, что происходит. Мне предложили заблокировать мобильное приложение. Скорее всего, это мошеннические действия. Ну и я им объясняю, говорю, да, давайте блокировать. И мы начали проходить идентификацию. Пока спрашивали фамилии, паспортные данные, там еще адрес проживания, вот это вот все. У нас связь прервалась. Я опять же давая названивать с мобильного приложения, дозвониться, естественно, не смогла. Позвонила уже, когда остановилась, позвонила уже на горячую линию. Позвонила на горячую линию и объяснила им опять ситуацию, что у меня кто-то взломал мое мобильное приложение, пока я разговаривала с вами по телефону. У меня уже перевели с кредитной карты на основную карту деньги. Они мне говорят, давайте опять заблокируем, опять мы проходим идентификацию. Пока мы это все проходили, у меня денежные средства ушли к какому-то мошеннику. Пока происходила эта долгая коммутация Тамары с банком ВТБ, мошенники успели перевести с ее карты оставшиеся деньги на обычную карту. Списать с нее уже не успели, потому что приложение все-таки банк заблокировал. По совету сотрудников банка, Тамара написала претензию, в которой обстоятельно объяснила происшедшее, но через три дня банк ответил отказом, заявив, что это ее долг перед банком. Получив все выписки о совершенных операциях, Тамара обратилась в полицию Магадана. Заявление о мошеннических действиях было принято, но спустя почти месяц после обращения Магаданки уголовное дело возбуждено так и не было. Водители с судимостью запретят принимать на работу таксистами, а также водителями общественного транспорта. Правда, речь идет только об осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, убийства, разбой, изнасилование, наркотические преступления и другие. Законопроект, вводящий новые условия для трудоустройства водителями, был разработан в правительстве России. Во вторник его внесли в Госдуму. Согласно документу, запрет на профессию водителя наземного общественного транспорта, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток будет действовать в отношении имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества. Для водителей такси указан аналогичный перечень преступлений, но расширенный такими составами, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступление против половой неприкосновенности и свободы личности.